Очень хочется, чтобы у нас действительно в армии, на флоте и в российской оборонке сложилось понимание, что в этих областях промышленности, в этих направлениях оборонной мысли слишком много патриотизма не бывает. Поэтому приглашаем всех тех, кто считается патриотом, кто говорит об этом без стеснения, идите работать к нам, на оборонные предприятия, в военную науку, идите в армию, идите на флот, защищайте родину. Не надо трещать и клювом щелкать. Вот здесь есть все возможности для того, чтобы деятельно доказать, кто есть кто. Оборонно-промышленный комплекс будет развиваться по строгому плану. Наметки этого плана изложены в статье Владимира Владимировича Путина. Эта статья, она имеет очень-очень долгое звучание, будет иметь на десятилетие смысл звучания. То есть там прописан, в принципе, скелет программы, схема программы, то, что мы собираемся делать. Он пишет вещи, которые абсолютно полезны для страны, которые надо реализовать. Он сформировал некую систему взглядов на то, как надо обеспечить обороноспособность страны. И здесь, на этом съезде, появились те, кто с этим согласен. То есть есть платформа, она по-разному обсуждалась. Даже вот к курьезным моментам стали спорить, сколько же у нас союзников. Но, по сути дела, неважно, люди левых взглядов или правых взглядов, консерваторы в этом европейском, таком классическом смысле, представители национальных движений, или, скажем, люди, которые аполитичны, но связаны именно с производством, которые делают из них деятельных патриотов. По сути, их профессии, их выбора жизненного. И они все едины в том, что то, что написано у Путина, это надо сделать. Мы должны срезать угол, понимаете? Посмотреть за горизонт, увидеть, что будет через 20-30 лет, как будут складываться отношения в мире, какова будет роль России, на что мы можем претендовать объективно, с учетом наших экономических, политических, демографических, и иных возможностей, кто нам партнер, кто не очень, что будет затеяно против нас, попытаться с помощью прогноза увидеть эти проблемы. И оборонная промышленность, она должна реализовать ответ, не ошибиться, не прозевать больше тех вещей, которые мы прозевали за последние годы. Мы прозевали с вами беспилотники, мы с вами прозевали гиперзвук, понимаете? Мы много чего прозевали. То есть, если бы сейчас не было бы вот тех огромных наработок, которые были еще заложены в программу вооружения, которая в 80-е годы принималась, вот то, что советскими еще учеными, военными организаторами военного дела было заложено, нам бы сейчас было бы очень тяжело. Поэтому сейчас нет ни малейшего права на ошибку, нет ни права на корысть, нет права на жадность. Кто бы ни занимался бы оборонкой, здесь должны быть максимально прозрачные схемы, насколько они возможны с точки зрения военного дела, но мы просто не дадим никому украсть. Путин сказал об этом, что это будет приравненное государственное изменение. Мы это реализуем. Это раз. Во-вторых, деньги даже привложены максимально эффективно. То есть, именно в то, что действительно будет востребовано. И самое главное, сделать это ничего невозможно, если не будет высокой мотивации. Понимание людей, ради чего они пришли в оборонку. То есть, должна быть какая-то, я не знаю, престиж должен быть этой профессии, мечта должна быть такая, национальная наша мечта должна у нас появиться наконец-то. самореализоваться, стать успешными, всем доказать, что мы круче. А мы докажем, что мы круче, потому что мы круче. У нас общество должно понимать смысл, даже не смысл, замысел. Замысел Путина, замысел тех людей, кто его окружает, его команды, которая хотела бы сделать страну физически более сильной в ближайшие годы. И вот это меня действительно интересует. Как это будет сделано? Что будет на этой почве? Кто будет этим заниматься? Это второй вопрос. Я просто показал, что, как пример, что есть очень хорошие моменты соединения, контакта между обществом, между людьми, которые работают на конкретном производстве, создают конкретный продукт, интеллектуальный или промышленный, и теми, кто принимает эти решения. Поэтому я вам скажу, что нам сейчас будет проще все это реализовать. Если бы у нас, например, такая же была поддержка по другим программам развития государства, сформулированные правительством, то за считанные годы мы бы вырвались в лидеры. У нас сейчас задача действительно в рамках оборонно-промышленных стратегий стать по ряду наиважнейших направлений оборонной безопасности лидером, то есть добиться превосходства, скажем, воздушно-космической обороны. У нас есть отличный, мощный задел, знаю, о чем говорю, для того, чтобы добиться превосходства. И просто создать систему более перспективную, чем американское ПРО. У нас по стратегическим и медленным силам есть уникальные разработки. Вот сейчас с Саровым мы познакомились с уникальными разработками. Я захлебываюсь от желания вам все это рассказать, но не могу. Военные тайны.